Вечер добрый! Слушаете вы свое радио. Опять же, надеюсь, я рассчитываю исключительно на ваше внимание, потому как каждый вечер с 8 до 10 по будням, с понедельника по пятницу в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседуем, беседуем на разные темы, совершенно не обязательно о музыке. Очень много интересного поднимается иной раз со дна памяти. Ну и музыку они нам свою замечательную играют. Сегодняшний коллектив, я надеюсь, станет абсолютным открытием для многих любителей хорошего, действительно настоящего драйвового исполнения. Есть у нас традиция, от традиции мы ни на шаг не отступаем. Сначала песня, ну в некотором смысле музыкальная заявка, а затем мы уже приступаем к беседам и само собой знакомимся ближе. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! 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 Я палата, вся жопа в уколах, хоть я и на морозе, мне тут не до приколов. В больничный режим тук-тук, я открываю двери. Четыре трупа лежа меня встретили в постели. Катетер, скабельница, кровь без вены, в жопе клизма. Я правду скажу, передозировка романтизма Чего меня сюда закинуло, не понимаю Наверно, где-то палочку свою перегибаю Там, где я оставил дома Весь какой-то перелом У меня новая хода Замотали, как подарок, самый уникальный Только в туалет ходить, облом горизонтально Скоро мои самые любимые уколы Шопа, как резиновая, двадцать три прокола Тупо вся завалена, спасибо за бананы Музыки достаточно от баха до нирваны Может, кому надо санаторий с поварами Я готов, давай мы поменяемся местами Там, где я оставил дома Весь какой-то перелом У меня новая хода Я знаю, моя полота Там, где я оставил дома Весь какой-то перелом У меня новая хода Пятая моя полота Бедная моя палата 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 Смотри-ка, Юрка тебе помогает Вот, поздоровайся Вот, это он Это, собственно говоря, Александр Ну и человек, у которого не надо никуда ходить У него, собственно, микрофон Прямо там у него в домике Подожди Он же не горит, женщина Не горит, не горит Горит, не горит Видишь, да? Сейчас, секундочку Терещук, Илья Бах Это я Всем привет Барабанный вокал Вот, собственно, это и есть команда Под названием Дай дорогу С чем приехали, я имею в виду С оказией С концертами какими-то Или, может быть, проездом в Москве Рассказывайте Да, у нас завтра будет концерт И по этому поводу Как бы мы приехали И вот заодно и к вам зарулили Заодно концерт сыграть Это вы к нам приехали А концерт Концерт где? Можно и так Концерт где? Где у нас концерт? Дом лампочки Дом лампочки? Нет Клуб до лампочки До лампочки Дом лампочки Как там у вас в Америке? У нас везде по-разному Да, лампочки Клуб до лампочки Во сколько Светхозяйства? Восемь? Восемь вечера Приходите Будет весело Будет все как надо Будет весело Ну, мне кажется, что по первой же песне Совершенно очевидно Что песен этого коллектива В ротации своего радио Явно не хватает Потому как очень Зажигательные парни Очень Красиво Все свою работу выполняют И я называю музыку Работой в кавычках Понятное дело Потому что не работа Это состояние души Давайте так Сообщу всем Это важно Нет желания И интерес Чего-нибудь нам написать Телефон мы сознательно Не объявляем Мы просто не принимаем звонки Потому что обычно А тем более в таких случаях Когда группу ждали давно А группу ждали давно Могу сказать точно об этом Звонки звучали бы следующим образом Дай дорогу Здравствуйте Я так вас люблю Как вы себя чувствуете? Как вы живете? И вот 5 минут разговора ни о чем Поэтому звонки мы не берем Принимаем исключительно ваши сообщения На смс-портал, к примеру 4647 Это короткий номер 4647 Сначала свои Причем неважно Этот префикс пишите вы кириллицей Или латиницей Важно, чтобы после него Делали пробел А вот дальше уже ваши сообщения Это и вопросы могут быть И какие-то эмоции И впечатления В общем, давайте ждем Группа В данном случае я имею в виду Сообщество ВКонтакте Это сообщество своего радио Там уже давно выложен анонс Знаешь, вот Зная, кто эти ребята Имея в виду Какую музыку они играют Видеть их в шортах На палубе яхты Для меня было Несколько непривычным явлением Я этот вопрос оставлю на потом Поспрашиваю вас, каким это боком Вас занесло в такую гламурную тусовку Но это отдельная тема Так вот, там уже давно Эта фотография лежит И название коллектива Группа «Дай дорогу» Выделено синим Это значит активная ссылка Кликая на которую Вы оказываетесь У них в сообществе А там уже можете Присоединяться Присоукупляться Таким образом получаете информацию Об их концертах Пластинках Синглах Выступлениях Поездках В первую очередь А это значит Вы вооружены информацией Это же полезно Правда Два чата для вас работают Один на сайте Сайт своего радио Своерадио.фм Там так и написано Чат справа от картинки Не заблудитесь Пишите туда Ну и собственно Видите Можно видеть Все, что в этой студии происходит Хотели бы вы посмотреть Как это выглядит Пожалуйста Милости прошу Там же на сайте своего радио Есть плеер Он такой длинненький Оранжевенький В нем онлайн аудио Это слева Это чтобы слушать Кстати В аудиопотоке Звук абсолютно правильный Вот тот звук Который мы делаем Качественный Замечательный Там где видео Звук похуже Ну так как-то вот Технически получается Но тем не менее В этом же плеере С правой стороны Синий кружочек Онлайн видео Кликаете И вот вам картинка Картинку нам предоставляет Планета.ру Огромная благодарность Этой замечательной Краудфайдинговой платформе Там помимо картинки Есть чат В котором точно так же Можно отписываться Все Как называлась первая песня Первая песня Называлась Пятая палата И посвящалась Она всем Естественно Переломанным Это какая-то История жизни что ли Похоже что Не только наша Но и естественно Ваша То есть мы все Ломались когда-то в жизни Думаю да То есть с клизмой Это все нормально У каждого были такие проблемы Ну то есть Не сегодня так завтра Спасибо тебе Спасибо Юрик Ты ну вот Гениальный человек Позитивненько В принципе очень позитивно Да Приехал Так это взял Обдерьмал Ну и нормально И уехал Спасибо тебе большое Ну в любом случае Песня за жизнь Как говорят Давайте наверное дальше споем Давайте А потом уже как бы Я долго слишком рассказывал О нашем коннельце Как с нами связываться Время потеряли Как будет называться Следующая песня Следующая песня Называется Танкист У нас недавно вышел клип Вот На эту песню Посвящается она Всем Перспективным Талантливым Людям Которые Молодым Естественно Которые подвисли На замечательной игре World of Tanks Белорусской Кстати Насколько Насколько популярная игра Сколько групп Пели песни И поют Про эту игру Боже мой Видимо я как-то Подотстал от жизни Как всегда Живой звук В программе Живые Дай дорогу здесь сегодня Поехали Молодой совсем сыночек Про друзей давно забыл Про мечту свою о море И о том каким он был Про соски своей любимой И про свой упругий шланг Когда понял что такое World of Tanks Каждый день всегда в бою И ночами перестрелки Лёхом аж всегда встаю Раков нагибал Спахмелки Из рядового Полевые За полгода Не дано Только этот разговор Не про него Да ты в долге не горел Да ты пороха не нюхал Где твой ярохи прикил И стальная сила духа Загружай Давай быстрее Прогревай Давай бегом Ты родился Тормасуя Магитон Переломан и горел В гимнастерках Вся в медалях И конкуржен и крепел Но не покидал Я не стал Я не стал Не ел Не плакал Был один на всех герой Но сегодня заключительный был бой Пусть и в обе стороны Пусть и в обе стороны Генерал лежит в корне Мамка звонит в скорую Боевой комплект в огне Уложили нам носилки Легко не глушил мотор Вот вам суки в видеопотор Да ты в надежде не горел Да ты пороха не нюхал Нет, мой ярохи прикил И стальная сила духа Загружай Давай быстрее Заряжай Давай бегом Ты родился Тормасуя Ты пороха не зло Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЧТОМА ТЕЛЕКСИЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дай дорогу Спасибо Дай дорогу здесь Сегодня коллектив, который, кстати, я читал, когда пресс-релиз Остановился вот на чем Лауреат премии Даем рады, да? Рады Да, на той неделе мы играли в Минский концерт То есть это Еврорадио проводит ежегодно Это был десятилетний, да Белорусская радиостанция Еврорадио звучит Весьма забавно, я не знаю такой радиостанции Вот так вышло Ну ничего Спасибо, ты меня простишь Это естественно И, в общем-то, каждый год мы с ними Как бы отмечаем этот замечательный праздник Ну и вот так получилось, что Наконец-то он до вас То есть вы там ротируетесь? Они про нас пишут, как бы Или просто вы отмечаетесь на концерт Я понял, да Вот есть любимые коллективы, ассортационные Я уже понял теперь эту систему Значит, номинация группа года Альбом года 12-го года Почему-то я читаю здесь У вас получается Я сам уже забыл Понял Ну то есть получается, не однажды вас Еврорадио так вот полюбило Каждый год номинируют Они проводят у себя не только концерт Но и, то есть, номинации Там, начиная от альбома года Заканчивая звукорежиссером Ну и тому подобное То есть, и вот в 12-м, по-моему, был, как вы говорите, альбом года Со мной, наверное, ты, я себе объяснил уже Точно Значит, обладатель персональной, минус тебе Обладатель персональной награды от Минского клуба Репаблик В номинации «Самый шаленый концерт» Тоже 12-го года Да, это был настоящий дурдом Вот, тут приползли То есть, люди И был полный-полный клуб битком И там творилось что-то Невиданное Шаленое Очень Победитель добра То есть, это бешеный Я понимаю Это даже в украинском где-то близко Победитель добра Так, добра батл По итогам интернет-голосования На Доброфест 14-го года Уряд премий Рок-профит 15-го года В номинации «Артист года» Ну, то есть, номинаций и всяких лауреатств У коллектива огромное количество Полным-полно Да, это хорошо Это очень хорошо Группа существует с 98-го года, правильно? Уже 18 лет, получается 18 лет? Не представляете Такой старенький, что? Да Где-то почти У нас разница с вами, я уверен, может годик На «ты» Мне кажется, да, ты ошибаешься сильно Или ты меня польстил сейчас Ну, в любом случае, приятно Чертовски приятно 98-й год Ну, в принципе, это было Да, 18 лет Офигеть Офигеть Это коллективу, да, 18 только Ну, я понимаю, что этот состав у тебя уже не первый К сожалению То есть, ты с самого начала, как отец-основатель А эти парни Батя Сыночки Сыночки, что ли? Ну, какой из них родной? Оба родные А как давно этот состав существует? Вот Саша уже, получается, два года, Илья год Да? Да Вот А изначально состав тот, который был, тоже был три человека? Всегда был три Всегда трое То есть, когда? А, ну, с самого начала был еще один вокалист А зачем тебе еще один вокалист? Ну, тогда нам казалось, что так надо А сейчас у тебя второй вокалист Ну, на беке-то сидит человек все-таки Получается, второй вокалист тоже есть Из гитары, ну, с басом он в данном случае Нормальная схема Вон еще один, поэтому у нас уже получается Да, вон у него еще один Нет, говоришь ты в другой Пять человек в коллективе, да Если что, говоришь ты А, он заработал Ну, так ты же оглядывайся Он же лампочку-то, смотри, следи за ним Значит, у Александра Рысаев пишет У ДД очень плотное расписание Например, сейчас пять дней подряд в четырех городах Как каждый участник группы-то справляется с такими нагрузками Тур у вас, я так понимаю, да? Этот вопрос, кстати, вернее, вот от Александра Это сообщение на вопрос меня, собственно, вытолкнуло Это у вас сейчас тур по каким городам? Потом едем в Питер, потом Новгород и Псков То есть Москва первый город тура? Правильно Замечательно А какой он по счету уже тур по России-то у вас? Ну, что-то в Питер, вот пишет питерская тусовка Например, Игорь Сизов Дай дорогу, самая любимая группа в Питере Расскажите о ваших впечатлениях о выступлениях То есть получается, уже не в первый раз вы в Питере, например, будете? Если вы самый любимый Верно, четвертый Четвертый раз уже, а в Москве который раз? Ох, понятно, спасибо Ну, я понимаю, что человек уже пожилой, с памятью тяжело Ну, не первый раз Все логично, все логично, кстати, да Ну, не первый раз Не первый, да То есть мы уже искалесили, тут где-то были И поэтому, то есть это у нас не дебют, так скажем, будет Это очень хорошо А по Беларуси по родной катаетесь? Ой, Беларусь уже в печеночках у нас Да что ж ты так о родине-то? В хорошем смысле слова А здесь, кстати, был, не помню от кого вопрос Я, по-моему, просто сейчас пропустил Проскочил, но мысль Так мы так и не ответили человеку А ты хочешь отвечать? Так отвечай, я просто так замерился То есть как мы, там силы у нас хватает или что? Какие там силы? Ну, и силы в таком случае, да Пять дней, четыре города Как, в общем, справляетесь? Так выживаем Тем более у нас, как бы, опыт уже есть И глотка у меня луженая Ну, и на самом деле Это для нас, как, скажем, такая хорошая практика Ну, часто у вас такие тур-то бывают? Не очень часто Ну, то есть вы все-таки больше часа времени отдыхаете? То есть пять концертов подряд или там четыре Это вот у нас вот последний раз, наверное, было год назад Чтобы вот именно такой плотняк Ну, как это ты, Юра, обманываешь? Ты не надо, ты в микрофон идти Мне так кажется, но... Что ты хочешь говорить? Иди к микрофону, тебя же не слышно Ну, я, может, не все помню Человек сказал, что бывают же провалы У нас месяц был перекур А так до этого мы постоянно бомбили Нет, ну не так, чтобы подряд каждый день Вот тут вот, видишь, как получается Мы периодически делаем такие вылазки Ну, это же хорошо, это же правильно По пять-шесть дней, то есть не каждый день там Ну, вот в основном... Ну, как правило, просто выходные забиты вот плотненько Суббота, воскресенье Мочил хватает Еще как Вот это очень важно Кстати, коллектив, надо напомнить об этом Тем, кто слушает программу давно Потому что программы существуют, программы живые Я имею дольше, чем радиостанция, свое радио Эти ребята должны были приехать к нам Еще на прошлую радиостанцию Мы договаривались с ними об этом На наше радио Но только наш уход оттуда, собственно говоря И испортил тогда Поломал всю историю И смешал карту Но я считаю, что это даже и хорошо Потому что в этой студии все равно гораздо комфортнее И качественнее И здорово, что вы приехали Давайте петь дальше Что это будет? У нас следующая, да? Наступная, так сказать Давай, следующая Следующая песня под названием «Мальдивы» Посвящается она человеческой мечте Такой немножко банальной, но Я думаю, вы об этом иногда задумываетесь тоже О Мальдивах? Да каждый день Ну вот Я сажусь поужинать и думаю Как же, значит, хорошо на Мальдивах-то Ну было бы хорошо вам, я думаю, вещать именно оттуда Спасибо, тебе было бы туда ближе приехать, чем в Москву Как всегда живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня дай дорогу Поехали Для начала воду ванной красим в голубой Пару полных тачек привезем песка себе домой Полчаса на тропике все елками завалим Зовиком запустят, пусть ныряют вместе с нами Поменяем лампочки, найдем автозагар Есть обогреватель, значит, будет солнечный угар Позвоним родным, пускай послушают припой Вот она, фортуна, мы покончили с мечтой Мальдивы! С кранова да подрозь пари Мальдивы! С пеном вентилятор слоим Мальдивы! Грабовые болты Мальдивы! Вот вам ваши перспективы Никаких загадок все вообще легко понять Постараться для себя и в жизни что-то поменять Хоть бы кто на самом деле, все только болтают Но под лежащий камень океан не затихает Ни здоровьем, ни баблом не надо рисковать Если нету дачки, на худой конец мешков набрать Все, наверное, думают, что я вообще влипую А вы по-прежнему мечтаете, а мы кайфуем Один! Крана, вода, подкрайка С веном веселят от своей лавы Крабовые баллы Крабовые баллы Вот вам ваши перспективы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самолетам очень-очень страшно Пароходом тоже могут все утонуть Как же нам на самом деле важно Срезать этот путь Чтобы отдохнуть Мальдивы Крана, вода, подкрайка Мальдивы Крабовые баллы Крабовые баллы Крабовые баллы Крабовые билы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дай дорогу. Еще раз напоминаю название этого коллектива. Считаю, что нужно, если вы до сих пор не слышали этого коллектива, как-то приобщаться к их музыке. Кстати, сколько альбомов в Тогрупп? За столько-то лет записано. Ну, по-моему, около семи. То есть шесть чиселых? Если брать вместе с акустическими, да. Правильно же, я не ошибся. А что такое около семи? Извини. Ну, около десятка, я понимаю, где-то восемь-девять. А около семи это как? Семь. Хорошо. Ровненько. Семь альбомов за это время было записано. И все эти семь альбомов можно найти в соцсетях. Это тоже надо подчеркнуть, да? То есть можно... Да, на морозе. Первый, да. Потом на... Потом... Первый зарубило, Юра, на морозе. А, зарубило, да. Зарубило, на морозе. Ты подсказывай, Диана. Двадцать сантиметров. Двадцать сантиметров ДСПГ. Акустика. Акустика первая, акустика вторая. Нет, она, акустика вторая была позже чуть, да. Чем первая? Акустика первая, ДСПГ, акустика вторая боли нет. Сквозь говно и дай дорогу. Супер Сэшн еще. Супер Сэшн это сборка. Так, в принципе, мне надо было объединить оба сквозь говно и дай дорогу. По-моему, очень исчерпывающий ответ на все вопросы, что, собственно говоря, вы... Так же я назывался? ...какие вопросы решать. Я понимаю. В общем, семь альбомов. Семь. Круто. И человек, который интересуется вопросом, где их взять, я думаю, ему нужно ответить, что в соцсетях найти легко. Качает очень легко. И в группе у вас, в сообществе, они все есть, все песни. Да. А тут кто-то спрашивал, опять же, они смогут найти, кто, как же ребята будут совмещать свой замечательный панковый драйв и нецензурную лексику. Очень просто. Они просто эту лексику использовать не будут в эфире, потому как на станции 12+, мы все прекрасно понимаем, что... Ну, какашка же ратируемое слово. Ты про говно, что ли? Ну, да. Ну, слово, конечно, экспрессивное, но нематерное. Ну, скажем. Нематерное. Все, я понял. Да. Это к тому, что да, вот просто очень часто почему-то люди, чудак на букву М, почему-то считают, что это нематерное слово, а это одно из матерных. Да, и как-то у нас были эпизоды, когда Саня Чернецкий, например, разные люди далеко ходить не надо, он как рубанул в эфире, а потом говорит, это же матерное. Он говорит, да ладно. Бывает, кто-то не понимает, какое слово матерное, а какое нет. Почему-то реагирует на слово жопа. Так жопа, ну что, красивая вещь, между прочим, иногда бывает. Правильно, литературная вполне. А вот с матерными как-то почему-то не у всех одинаково хорошо получается. Просто парни будут это дело обходить стороночкой, и слава богу. Всем привет. Не очень люблю подобное, но тексты у них просто класс. И мне вдруг уже нравится. При том, что группу слышу впервые. Александр Сазанов, вот, у вас появляются новые поклонники. Это же чудо. Превосходно, да. Кто пишет тексты? Я. Музыку. Вместе. Не-не, секундочку, ну рыбу-то ты? Ну, как бы, да, рыбешку я. Ну, вот рыбешку ты приносишь, ребята дальше уже это все дело дорабатывают, добивают до конца. Правильно? Да. А ты что так грустишь, скажем? Ты всегда такой грустный? Нет. А что случилось с тобой сегодня? Не знаю. Что-то какая-то тоска в глазах у него, прям вселенская. Ну, хорошо, я буду спать повеселее. Ну, может быть, устал чуть-чуть, да. Вот я об этом и хотел спросить. Как ехали? На чем? На поезде. Ну, то есть спал ночью-то? Сутки проехали не очень, я в поездах не могу спать. Вот, теперь понимаю, что ты измачален немножко. Там трясучка такая, вонючка, ну, все такое. А что за поезд такой? Брест-Москва. Вонючий? Да нет, нормальный поезд. Ну, вот видишь как. Кому что? А что же ему так воняло тогда? Не знаю. А, подожди, ты на соседней полке спал? Ты как раз-таки напротив. 46-47, это короткий номер для ваших смс-ок. Сначала пишите свои, про Бельчика, а дальше все, что хотели бы отрисовать коллективу. Ну, и, понятное дело, помимо смс-ки есть масса возможностей, как в группе, так и в чатах. Всем привет. ДСПГ стала моим гимном по заводским будням. Песня была написана по личному опыту, как и лопата Дима Колдин. То есть лопата – это песня по личному опыту. А вот это? Все на собственном опыте. Все пропущено через себя. То есть здесь во всех почти песнях, наверное, 99%, 1% только может быть немножко фантастики. И то благодаря своим друзьям я черпаю где-то вдохновение, потому что они через себя это пропускают. То есть любая песня – это автобиографичное произведение. Ну, хорошо. Познакомился с группой года полтора назад, пишет Даниил Диамидов. Причем достаточно случайно началось все с песни «Супер Сэшн» и понеслось. Спасибо за бодрые и приятные песни. Тут нет вопросов, просто благодарность. Вот действительно, ни одного эфира не ждал так долго. Еще со времен нашего радио. Все откладывали. Вот, кстати, да, откладывали эту долгожданную встречу. Одна из лучших белорусских групп на любимом радио. Сейчас эйфории. В эйфории предвкушение. А, и сообщение было несколько до эфира. Ну, ничего. Сейчас в эйфории предвкушение. Лишь опасаюсь, как группе совмест... А, вот. Вот этот человек писал так. Как группе удастся совместить свои лучшие хиты, в которых присутствует нецензурная, но зачастую весьма уместная лексика с родинным эфиром, при этом не потеряв драйва, глубины красок и точности попаданий. У нас есть такие песни, которые... Можно обойтись. Остается лишь уповать на толерантность Семена. Ну, что толерантность? Это очень толерантный человек. Просто законы в России, они, в общем, существуют для того, чтобы их, в принципе, наверное, исполнять. Часть из них можно нарушать, конечно. Но в качестве, надо сказать, в плане вот нецензурщины, как-то не хотелось бы. И что в эфир пойдет хоть часть песен, которые затерты в плейлистах до дыр. Семен, дай парням дорогу. Да, пожалуйста, я же дорогу-то не перекрываю. Дмитрий, ни в коем случае. Но есть все-таки нюансы, да? Нюансы, которые нужно соблюдать в любом приличном обществе. Ну, как мне казалось и кажется на сегодняшний день. Значит, давай так. Сегодня, как я понимаю, для вас в некотором смысле премьерное выступление. Просто потому, что я уже выяснил до эфира, что ребята никогда в полном звуке на радио не играли. Я поздравляю вас с премьерой, во-первых. Тем более этим составом, да, спасибо. Через 18 лет, да, после того, как вы... Как коллектив, собственно говоря, родился. И надо сказать спасибо звукорежиссеру программы «Живые» Сергею Гореву за тот звук, который слышит аудитория сегодня в эфире. Надо бы, наверное, чего-то еще бы исполнить бы хотел бы. Легко. Я хочу дождаться. С удовольствием. Улыбаться начнешь уже, я не знаю. Ну, наконец-то. Ну, прошибло хоть немножко. Что это за песня такое? Следующая композиция называется «В синих сандалях». Хорошо. Вот. И посвящена... Русским туристам. Людям, которые умеют красиво отдыхать, но порой бывают, перебирают планочку и... Уже понятно. Даже по названию, мне кажется, очевидно, о чем песня. Как всегда, живые звук в программе «Живые» дай дорогу. Поехали. Поехали. Я пошел на день рожденье, дома специально не кушал И уже после четвертой понял, что сильно нарушил Как только я не старался, я пацаны не бухаю Как только не отбивался, все же меня закачали И вот я в бумаге, и в санцалях лежу на кровати А завтра на работу, тому же, сука, субботу А в этом всего лишь начало Каждый уже получился, но этим придуркам все мало Я в сотый раз убедился За любовь и уважуху, за ВДВ и Коляна Я мог поднять только руку, а кто-то с горла за нервану И вот я в бумаге, и в санцалях лежат на кровати А завтра на работу, к тому же, сука, субботу А завтра на работу, к тому же, сука, субботу Двери менты вышибают Двери менты вышибают Всех затопили соседей Только горгаз не хватает А где, кто причал, пригодили Дикое было движение И органы с нами набились Приняв коллективное мнение И вот все, все в уммате В синих санцалях лежат на кровати А завтра на работу, к тому же, сука, субботу В итоге, все в бумаге Синих санцалях лежат на кровати А завтра на работу, а завтра на работу А завтра на работу, а завтра на работу А завтра на해야 А завтра наhus А завтра на работatives А завтра на работу А завтра на работу, к тому же, сука, субботу А завтра на работ Ngara А завтра на работаем Кто такой вот интересный вопрос поступил? Ну, я уж не знаю, может быть, он с неким сарказмом или под Степкой. Я все-таки его задам. Предварительно отвечу на этот вопрос, вам адресованный тоже своей мыслью, если позволите. А дальше уже сами отвечайте. Софи Полях. Ну, тут я не очень понимаю, как это, по латинице написано, как это читать. А почему вы считаете, пишет Софи, себя вообще белорусской группой? Название на белорусском, а песня-то всего одна на белорусской мове. И то за 18 лет вышла только в 16-м году. А почему Красные Звезды считают себя белорусской группой? А почему Нискис, это белорусская? А почему Ойра? А почему Нака, это белорусская группа? А почему Серебряная Свадьба, это белорусский коллектив? А как по ее мнению? Вы должны петь на белорусском языке, чтобы считать себя белорусской группой, понимаешь? А почему многие называются на английском языке? И считают себя русскими. Ну, почему? Ну, вот как-то так. Ну, ты все ответишь. Ну, то есть, здесь такой вопрос, он какой-то немножко кривой, потому что, ну, почему? Слава Богу, не мой. Потому что на стране, на самом деле, человека, говорящего на белорусском языке, не встретить просто. Вот и все. Ну, еще к тому же. Не, ну, есть такие эксклюзивы. Вы же понимаете язык и говорите на нем, правильно? Ну, мы не говорим. Никто из нас не может говорить на белорусском языке спокойно, свободно. Почему так? Ну, так. Но это же плохо. Вот ужасно плохо просто. Это же плохо. Может быть, надо... В школе учат, стихи учат, но белорусскоговорящих просто единицы. Ну, я не хочу в эту тему так особо углубляться. Это уже вещи, да, связанные... Позиция, говорит, на белорусском. Ну, вот, видишь, хоть эти, хоть эти что-то полезное делают, на самом деле. Так, давненько я не слушал живых, включаю тут такое сверхвеселое, зажигательное. Слушаю и пританцовываю. Группа для меня открыть, я впервые слышу, но на этом не останавливаюсь. С удовольствием буду слушать, кого-нибудь подсажу. А вот один вопросик. А группа в туре всегда посещают только большие города или все-таки заезжают и в провинцию? Александр Хлопок спрашивает. Ну, как получается уже. То есть мы бы с удовольствием посещали бы и провинцию, если... Звали бы. Ну, как бы, порой бывает, мы и сами там где-то пробиваемся дорогу, но вот в основном получается, что зовут люди, и мы приезжаем. Поэтому если у провинции есть человек, который может нас подтянуть, мы с удовольствием обсудим этот вопрос и приедем и порвем там. Вот Александр Сазанов чего-то тут пишет, мы тут говорили о всяких словах употребимых. Он пишет очень часто, слышу в эфире своего радио слово «сука». Ну, в текстах песен есть, понятно. Это, конечно, литературное слово, но как-то непросто привыкнуть к тому, что оно настолько легко допустимо в эфире. Объясняю, Александр, есть такие тонкости языка, которые, в принципе, мы уже потеряли. К примеру, если я уже приводил эти примеры, если я скажу, ну, да нахер оно мне нужно, вы сейчас скажете, что я вырубался. Ребятки, сырославянский язык, азбуки, вети, глаголь, добро, буква хера называлась. Это не ругательство. Надо знать свою историю. А если я скажу, что я попал в просак, то хочу вам сообщить, что просак – это то место у женщины между одним и другим выходами, извините, да? Так вот это гораздо более ругательный термин. Согласен. Я что делать, куда соглашаться? Это правда жизнь. Но люди этого не понимают. Слово «сука», оно… Сука, вообще-то, это собака женского рода. Почему оно стало ругательным? Если я скажу, что дурак, я тоже, наверное, кого-то обижу этим. Но ругательного в этом слове ничего нет. Ну, это экспрессивная лексика, но не матерная. Не запутать одно с другим. Давайте перейдем вот к какой теме. Я с удивлением и радостью обнаружил для себя, что Юрий Стыльский – вокалист коллектива «Дай дорогу» и Юрий Стыльский – художник – это одно и то же лицо. Вот говоря эту фразу, я сейчас сразу пощу в группу, там, где, собственно говоря, сегодня обсуждается эфир, картина Юрия Стыльского. Это удивительно интересная работа, скажу я вам. Удивительно удивляет и то, как это сделано, прежде всего и то, почему только женская обнаженная натура. Это, в принципе, задача твоя – сделать красоту еще более ощутимой, осязаемой? Нет, у нас… И ничего другое не получается, прежде всего? То есть, я в Бресте общался с художниками, ну, и общаюсь, и там проводил какой-то анализ, ну, и мне показалось, что у нас этого не хватает, ну, и вообще-то, что может быть еще красивее? Чем женское тело? Я ничего, с этим спорить не буду. Я с этим спорить не буду. Но многие художники считают, что есть красота моря, например, пейзаж. Перейду к этому с годами, перейду, когда уже… То есть, когда уже руки… А, я понял, да. Море рисовать дрожащей рукой в треморе гораздо проще, я понимаю тебя. В общем, да, и, наверное, какой-нибудь пейзаж из сушеных фруктов и вазы с цветами. К тому же до Шишкина я еще не дорос, поэтому там мне еще… Чего? Ну, может быть, я еще перейду, конечно, вот к каким-то другим композициям, но пока не хочется. Но очень красивая работа, правда. Я так, пока ты пел, извини, я немножко поразглядывал. Думал, было, что одна… Спасибо. Думал, было, что одна натурщица. Нет, их много. Там 18 картин. Разные. Все разные? Да, подруги. Все подруги? Да. Ты всех подруг перерисовал? Практически, да. Ты женат? Нет. А, тогда понятно. Я бы сходил, кстати, как женат. Мне кажется, она был бы и женат. Нет, думаю, в этом нет. Так она, может быть, возражала бы, что ты подругу рисуешь в таком виде? Нет, ну, красиво, слов нет. Ну, просто это же надо подругу развести на это дело как-то. Они присылают фотографии, я просто рисую по фоткам. Даже так? Угу. То есть я хотел сказать, что тебе легче, чем фотографу, потому что тебе дольше рисовать с натурой. Интереснее, но, оказывается, с фотографией. А вот мальчик там маленький оказался у тебя. Это, то есть… Голенький мальчик, маленький. Вот, получается, композиция такая была. То есть я хотел нарисовать, только мне оставалось еще найти бабушку. Но бабушку я еще не нашел. Голенькую? Угу. А что бабушки? Нет, бабушки стеснительные, чем молодые девушки, я так понимаю. Вот девушка с пингвином и чайка у нее в ногах. Да. Да. А вот это сочетание, что делает чайка в снегу или пингвин в пустыне, я понять правду не могу. А там как будто бы это снежная королева, и там это снег, а не пустыня. Снег? Угу. А она голая? А она голая, а королева ведь… Сидит практически полулежа на пингвине. Ну, ее не берет мороз. А рядом… Ее ничего не возьмет. А рядом чайка? Да. В снегу? Ну, почему бы нет? Ну, ничего, панк есть панк. Так, девочки с гитарами тоже. Нет, ну, очень красивая работа, правда. Я, в общем, всем рекомендую. Ссылочку дал специально для того, чтобы вы поняли, насколько многогранен талант у Юрия. Ну, это вам так кажется, что они красивые. На самом-то деле… Дерьмо? Ну, серьезные художники говорят, что ну, так себе. То есть, у меня нет такой практики, и я не учился цветоведению, к сожалению, и поэтому так я смотрю как-то чуть-чуть по-своему. А музыке ты учился? Мысли продолжать надо? Ну, во дворе. Ну, вот и все. Главное – талант у человека, на самом деле. Это учился, не учился, не имеет ни малейшего значения. Если я вижу в этом… Главное – желание, я думаю. То есть, есть много художников, которые просто и при жизни их признали, когда там просто полосочки какие-то. Ну, давай петь. Давайте. Что это будет? А песня, она называется «20 сантиметров». То есть, конечно же, это интимная тема, на которой мы вот буквально минуту назад говорили и продолжим. Давай продолжим. Как всегда, живые звуки в программе «Живые». Дай дорогу здесь сегодня. Погнали. Так, что мне не надо сделать ничего. Дай дорогу здесь сегодня. Раз, два, три, два. Ах, 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 я не охраняю три дня и три ночи. А эти сутки одеваю все короче. Джинсы в обтяжку, повсюду соски. У меня уже тестов, седые виски. Видеопорсно смотрю и рыдаю. Журналы «Бойбой» просто так не листаю. Все вокруг лижутся, стонут орудия. И к тому же все песни поэта поют. Да. Двадцати-кантиметровый пуликан. Блатонически общаться не дает слов. Скоро все узнают, ты ко мне домой. Подруги с нами поприлазят на убой. Мало кто. Мало кто. Как кометы. Как будто в штанах у меня миллиметры. Я женских сердец вовсе не покоритель. Просто по венам течется от грудителя. Скоро будет слезо, ведь я буду кричать панаму. Потому что каменная будет у меня панама. В них пустах я всегда на готове. Без муну любой, даже страсть готовят. Двадцати-кантиметровый пуликан. Блатонически общаться не дает слов. Скоро все узнают, ты ко мне домой. Подруги с нами поприлазят на убой. Мало кто. Двадцати-кантиметровый пулемет. Блатонически общаться не дает слов. Скоро все узнают, ты ко мне домой. Подруги с нами поприлазят на убой. Без муну любой, даже страсть-кантиметровый пуликан. Блатонически общаться не дает слов. Скоро все узнают, ты ко мне домой. Подруги с нами поприлазят на убой. Мало кто. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В свое время мою подсказку, как затащить коллектив в тот или иной город, если это небольшой город. Пишет Александр Хлопков, например, завтра пойду в клуб спрашивать у кассира, когда приедут, дай дорогу. А послезавтра пошлю в клуб еще кого-нибудь и далее по схеме. Ну, именно так, в принципе, нарабатывается. Ну, да, пусть идет к каким-то промоутерам, организаторам, у которых есть какой-то опыт. И все, и ВКонтакте мы перетрем. Перетрем, конечно. Кого, промоутера? Ты имеешь это перетрем. И его тоже, кстати. Хорошо сказано. Вот тут прицепился ко мне Александр Рысаев. Доказывает мне, что слово, которое мы употребили, оно о другом. Да, конечно, о другом. Но если я скажу, что я кончил, почему-то у многих возникнет на лице удивительная улыбка. Хотя кончить, значит, закончить какое-то дело. Если ты говоришь 20 сантиметров шланга, мы же понимаем, что это не про изделие для полива огорода. Да, безусловно, Александру отвечаю, это сленговое выражение. Но мы говорим сегодня и не литературным, и не о сленговом. Мы говорим о русском языке, в котором очень много разных оборотов, причем удивительных оборотов. Меня в свое время потрясло, что по-русски дабы, а не дабы. Талика, а не толика. А мы все время говорим малая толика, и понимаешь, дабы повернуться боком. И даже не понимаем, что мы ошибаемся. Ну, давайте сейчас закончим эту тему, Александр. Мы же постебались и постебались. Он, конечно, словарями меня пугает. И эти словари, знаете как, они у меня как настольные книжки. Я вас уверяю. Вернемся к группе. Мне кажется, это гораздо интереснее, правильно? Можем, да. Хорошо, давай вернемся к группе. Есть все основания. Есть, даже более повод есть вернуться к группе. Надо напомнить, что у вас завтра, да? Когда концерт. Завтра до лампочки. Нет, нет, это концерт. Вам не до лампочки. Концерт завтра в клубе до лампочки называется. Это тоже важный момент. В 8 часов вечера. Поэтому те, кто сегодня, может быть, не раскушал до конца, или кто знает, не сначала, например, программу послушал, то обязательно приходите завтра в до лампочки. А, кстати, где это? Я не знаю такого клуба. Вот удивительное дело. Где этот клуб находится? Может, это новый какой-то клуб московский. Это вообще в Москве? Да, это новый клуб от создателей Козлопати. Такого байк-фестиваля. Мне кажется, известного нет. Да, ты что, конечно. Ну, ладно. То все. Очень известный. Ну, понятно. В общем, погуглите, найдете, я вас уверяю. Надо прийти посмотреть, потому что, мне кажется, они сейчас себя очень сдерживают. На сцене-то наверняка во время концерта там огня больше. Движитесь, прыгаете. На сцене у нас дурдом всегда полный. Да, тетки сзади танцуют без лифчиков. Ну, а как, если панки-то как? Ну, лифчики на сцену прилетают. Вот, вот. Ну, получается, они танцуют в зале. Да, трофей на репточке с Питера висит до сих пор, по-моему. Трофей потому что нереального размера, что ли? Ну, довольно здоровый. Тройка минимум, да. Тройка минимум, да. Поэтому стал трофейным, как я понимаю. Открылся в конце февраля, пишет Александр, тот самый Рысаев, новый клуб. В конце февраля. Так, подождите, так. Так вот он уже... Только что открытие было. Самый свеженький, получается. Потому что мы его и... Да, потому порекламируем, конечно. Важно, если вы там выступаете, значит клуб хороший. Это прежде всего. Может, мы еще одни из первых. Может быть. Но сегодня какое число? Хотя вряд ли. У них открытие уже было, это же не открытие будет клуба. Там открытие было, знаешь, так себе. Я смотрел там, не было состава мощного банд. Ну, у вас не было же. Не, нас нет. Ну, значит, состав так себе. Понимаю. Абсолютно логично. 22 февраля, вот вроде как открылся клуб, накануне праздника Защитника Отечества. Надо погуглить, надо поискать, что это такое. Потому что для меня это абсолютно новое имя, новое название клуба. Скажите, братцы, а как вы время проводите помимо музыки? Зарабатываете на жизнь чем? Музыкой. Да ладно. А что там? А что там? Нет, серьезно. Ну да, у нас хватает концертов, и мы вот так вот... То есть вы за счет концертов зарабатываете себе на жизнь? Да. Среди нас никто не работает. Нет, ну за нас все, ну мы как бы все работали, но просто так получилось, что можно не работать. Решили, в общем. Пока что, да. Ну то есть вам много не надо. Да, решили, сколько твоей жизни. То есть на работу устроиться это вот так? Да. А какая же работа, если такие гастрольные графики? Поэтому мы решили отдать все стилы музыке, если попрет, будет хорошо, а если нет. На работу никогда не поздно устроиться. Это мужественное решение. В любом предприятии меня ждут с постертами. Я уверен, да. Да, я просто смотрю на тебя и понимаю, что любое предприятие любой области, в принципе, готово будет тебя взять на работу. Абсолютно однозначно. Но, тем не менее, это редкий случай, когда музыканты не работают больше нигде и зарабатывают на музыке. Я вас поздравляю, это круто. Это реально круто. Ну да, спасибо. Это реально круто. Это говорит о многом. Значит, тут были вопросы, которые надо было бы зачитать. Или, может быть, даже не столько вопросов, сколько всякие добрые слова. Сейчас, нет, это я уже... Ну вот вопрос, я, собственно, о картинах говорил уже, а тут Таша Лория пишет, а что подтолкнуло писать картину? Как проходит освоение пути художника? В общем, да, действительно, не каждый музыкант... Ну, Макареевича можно... Это ж проще паренной. Что, картины писать? То есть, ходить в магазин, купить холст с красками. Нет, секундочку. Ну, кто-то занимается другими делами. Кто-то вырезает, например, из дерева, да, к примеру. Кто-то лепит скульптуры, к примеру. А ты пишешь картину. Ну, почти то же самое. Ну, почти, но не совсем. Я понимаю, знаешь, симфонический музыкант, он тоже почти музыкант, как и ты. Ты музыкант, а он так... Ну, то есть, это два параллельных, как бы, направления, поэтому я не вижу тут особой разницы. Ну, то есть, можем мы от тебя ждать, что какое-то время спустя ты начнешь лепить красивые... Так я лепил, скульптурой занимался. Тоже обнаженку? Нет, крысу маленькую слепил. Это за всю свою творческую жизнь ты слепил маленькую крысу? Ну, и еще у меня есть образование резчика по дереву. Нормально. Да. То есть, ты профессиональный резчик по дереву? Ну, не сильный проф, просто это сейчас никому не надо. Сейчас так шагнуло, короче, все вперед, что станки за тебя вырезают очень даже красиво. То есть, ты, в принципе, этим не занимаешься? Ну, могу, да. Оно какое-нибудь вырезать. Какое у тебя вообще образование, кроме резчика по дереву? И повар еще. Повар еще. Тоже полезная профессия. В пяти ресторанах работал. Но готовить нет смысла, все рестораны кормят и так. Вообще пить не платит. Не платит? Не платит. Ну, то есть, ты сам себе готовишь? Конечно. Ну, готовишь, как учили, или готовишь, как яйца? Как нравится. Юра очень хорошо готовит. Очень вкусно. Он и суши умеет лепить все, что годно. Вот если повар, то, конечно. А на этом чего не заработать? Ну, открыл бы ресторанчик? Чуть-чуть попозже в планах. Шеф-поваром был бы. Ну, понимаешь. Сейчас много на косям мы будем. И объедаться. 46-47. Это короткий номер для СМС к ваших. Ну, понятное дело, что сначала пишите свои, пробил, а дальше ваше сообщение. Друзья мои, у нас уже час как-то к концу подходит. У нас впереди еще следующий час. Это я сообщаю тем, кто, может быть, не в курсе того, как устроена программа «Живые». Может быть, люди сегодня слушают первый раз. Кстати, из-за вас очень многие ваши земляки. Они, в общем-то, ждали эфира и сейчас слушают эфир с удовольствием, я полагаю, потому что очень много добрых слов. Говорят и радуются вам. И в вашем присутствии здесь в программе «Живые». Так вот, после этой песни мы уйдем на паузу, минуточек на пять. Вы послушаете программу «Шибанутости» с Сашей Шибановым. Там рекламный блочок, скорее даже не рекламный, а анонсный, потому что это будут анонсы программ на своем радио. А дальше мы вернемся в эту студию. Так вот, что будет за песня сейчас? Что мы исполняем? Верно. О, песня исполняется на белорусском языке второй раз. Это в ответ на вопрос, почему вы не поете. Не, у нас как бы есть на белорусском, еще в альбоме «Зарубило», по-моему, на «Тросянке». Да, мы там исполнили песню на «Тросянке». Ну, то есть это белорусский какой-то колхозный такой диалект. А «Тросянка»? «Тросянка» называется. «Тросянка»? Да. Это как сурджик, не украинский, не русский. Да, смесь какая-то такая вот. И это, получается, вторая песня, но это более чистая. Чистая, в смысле, в плане языка? Да. Чистая? Да. Понятно. Название ты уже произнес? Да, песня «Неверу» — это, скорее всего, крик души и... Как это правильно сказать? Плач. В общем, мы сейчас исполнили все. Исповедь. Может быть, ты это имеешь в виду? Ну, давай послушаем. Как всегда, живой звук в программе «Живый». Дай дорогу. Поехали. Поехали. Что такое? Скажите, что нужно сделать, мы сделаем. Погнали. Работаем. Радуйте, дорогие, и больше не манить жасу. Крыницы уже сухие, померли у всех запасы. Подрызгалась я вера, шарпалась я в надея. Все высохло как они, даренные чакани. Не веру, не веру, не верю тебе. Молюсь, забегом и на брусной воде. Бежит хоть от важных пирог на шуме. Краина сноу петель. Побурые, слепые, надея усля на Бога. Настомленные отвары вертается от тревога. Что я, я же повинен, и джима повязаны. Калиш, да лево войдет. Калиш, да боить раны. Подрызгалась я вера. Шарпалась я надея. Ты все высохла как они, Даренные чакани. Не веру, не веру, не верю тебе. Молюсь, забегом и на брусной воде. Ты живой, взял пасли, все рот на клубе. Краина сноу петель. Краина сноу петель. Не веру, не веру, не веру тебе. Молюсь, забегом и на брусной воде. Бежи хоть алмазным пером на клубе. Не веру, не веру, не веру. Не веру, не веру, не веру тебе. Молюсь, забегом и на брусной воде. Бежи хоть алмазным пером на клубе. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте продолжим, напомню, сегодня здесь долгожданная для многих группа, еще целый час у нас впереди, и это здорово, группа «Дай дорогу» из Бреста, белорусский коллектив. И, кстати, надо было особо подчеркнуть, но не было на это уже времени, что песня «Невера», которая была, собственно, последней в том часе, это абсолютно свежая песня, исполняется вживую, как я понимаю, исполнилась она живую сегодня, второй раз вообще за всю историю свою, правильно? Правильно. Совершенно свежая, то есть премьера. Спасибо вам за это особое, потому что мы очень любим, когда в студии своего радио происходят премьеры. Ну, пауза была? Была. Песню хочется. Работаем. А тем более у нас уже кончается время, правильно? Вы говорили, что у нас вот час, троллевали. Да, конечно, мало осталось совсем, 53 минуты еще. Главное успеть. Так мы еще три альбома можем загасить. Давай. Давай попробуем. Что это будет? Песня о глубоких чувствах человеческих, конечно же. Называется как? Называется «Выходи». Как всегда живой звук. Поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы с тобой так и не встретились, хотя ходим каждый день одной и той же дорогой. Вряд ли когда-либо виделись, но мечтаем хоть когда-нибудь друг друга потрогать. Я сколько жил о тебе мечтал, ты героиня всех романов, по которым я бредил. Сколько желаний я загадал, теперь, пожалуйста, исполни, чтобы я это видел. Этот город давно, этот город давно по тебе скучает, где-то на глубине. Этот город во мне, и тебя не знает. Выходи. 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 И не погаснет, пока не согреешь ты свои руки Дай мне скорее свою ладонь Пока мы в этом городе не одурили от скуки Может, он в губы твои зашёт Но только это делать просто ты ему позволяешь Скоро планета с ума сойдёт И апельсины ты мне принесёшь, моя дорогая Ты бы просто могла бы яркой быть И такая живая Не родил бы твой ню с молоком Да для тебя, дорогая Вечным мазажистам посвящать хитр И рвать тебя ночи Может, только сейчас ты всё поймёшь Конечно, если захочешь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, одна из самых, мне кажется, оценок ярких В короткой фразе от Константина Твёрдого Красивая баллада в ротацию Всё, не давите на меня, я уже всё понял Другое дело, что ротацию обновлять я буду Где-нибудь ближе к середине весны Ну, в общем, коллектив Дай дорогу Стоит в пункте назначения, скажем так Кротация, потому что группа, на мой взгляд Действительно, очень нравится аудитории Более того, я вижу просто саму... Я, вот что, начал было в самом начале Разговор с вами с гламурной фоткой Что это за яхта такая? Как вас... Так получилось, что на Минском море Так называемом... Водохранилище В Минске у нас, да Есть у нас один хороший друг Который просто себе купил яхту И он как бы наш поклонник И говорит, ребята, приезжайте, прокатимся То есть, к сожалению, мы катались Не быстрее, чем 40 километров Потому что она была абсолютно нулевая Ещё не обкатанная Да, и он говорит, быстрее нельзя, но... И с нами, конечно же, был всегда Как всегда наш фотограф Пашка Пашка, да И... Словомо, Пашка Он взял лучшие объективы И сделал хиты Слушайте, а этот ваш друг Он в Беларуси живёт, я так понимаю? Да? Да Бизнеса в России нет? Может, появится Ну, если что, познакомь, пожалуйста Ну, то есть, свадьба, корпоративы, троллевали Там он может закатать вас Да, сколько угодно Нас закатывать не надо Нас бы раскатать наоборот Мы же станции независимые Ты же понимаешь, о чём я Кстати, тут не помню, кто Но кто-то написал Я просто из-за огромного потока информации Не вижу, на самом деле, кто это А, нет, нашёл Александр пишет Вопрос к Илье, барабанщику Как чувствуешь себя в формате ДД Учитывая твой бэкграунд в классике и джазе? Большая ли разница? То есть, ты классический барабанщик, джазовый барабанщик? А что значит классический барабанщик? Где играл? В симфоническом оркестре в городском Бресте у нас Так там большой барабан И чё? Тарелочки, литавры, колокольчики, треугольничек есть Да, это очень сложный инструмент Я знаю, долго учился А что касается джаза? У нас в Бресте есть коллектив под названием Музарт Вот там я, собственно, с джазом и познакомился Набирался опыта с такими ребятами Ну, то есть, там играешь ещё или где-то? Нет Уже нет Из-за плотных гастролей пришлось очень много групп своих покинуть А как был вот этот переход-то для тебя? Из джаза, в общем-то, немножко другая музыка На самом деле, я из этой музыки перешёл в джаз Ага То есть, я рос на таких тяжёлых командах Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin Ты и там поиграл Да, да И там поиграл Выглядишь молодо Спасибо Ну, понятно Плюс ещё математический металл в плечи Математический металл ещё, да А это что такое, прости? Это музыка для очень умных музыкантов А как это играется? Это надо считать Математически Надо не слушать, надо считать А, то есть, в принципе, музыки мы не услышим Мы просто Нет Короче, мы с Юрой иногда, как бы, вообще не понимаем Ты можешь сказать пару отцов? Ну, да Что нужно ребятам поставить, чтобы они, как бы, въехали О чём идёт речь? Мне кажется, это только испортит всё Хорошо, не буду тебя пытать Не буду тебя пытать Не знаю, что такое математический металл Для меня действительно загадка И загадка такая, действительно, большая, серьёзная Не понимаю я, о чём идёт речь Но это уже там, скажем, ваше Может быть, каждый музыкант Или там каждый человек называет Да, то есть, брестские ребята у нас есть Аль-ТФ4, они вот что-то стараются Похожее делать Илья вот с ними набирался опыта в этом плане В этом стиле 46-47 Это короткий номер для СМС к ваших 46-47 Сначала свои, пробел А дальше уже, собственно говоря, всё, что вы хотели бы сказать коллективу И такие вопросы задать Андрей Аркипов пишет Панки, говорите? Нет, это не панки Это, я бы сказал так, коллектив мира Я не побоюсь этого слова Именно мира В тексте слышны нотки переживаний За всё то, что происходит сейчас в мире Боль, слёзы Ну и, конечно, любовь Та любовь, что светлая, чистая Очень достойный коллектив Браво! Низкий поклон за тексты Что заставляют вслушаться песню Разобрать, разложить по полочкам Любовь к любви Отношение к миру К отношениям к миру Здорово, сильно Приятно сказано Глубоко, да Да, браво Спасибо Мне кажется, да Это круто Это круто Как раз уж мы заговорили о талантах Ну, у нас каждый музыкант талантлив, безусловно Но, тем не менее Илью как-то выделили особенно Имею в виду его бэкграунд У нас публика, аудитория очень любит Сольные партии на барабанах Не делай вид, что ты не понимаешь О чем я тебя хочу попросить Это я? Ко мне? Не делай вид, что ты не понимаешь Сейчас придется исполнить, да О чем я тебя хочу попросить Ты можешь сыграть какую-нибудь солягу на барабанчик? Солягу? Да, да Да, конечно можешь, Илья Я же не поставил свою волшебную двойную педаль Ну и без нее Ну как-нибудь попроще солягу Которую можно было бы без кардана сыграть Ты можешь проявить? Блин, не знаю, я немного волнуюсь Нет, конечно же я могу Давай Давай, Рожа Тогда, тогда Это не я сказал Тебе за это скажет аудитория Большое спасибо Поехали? Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Я просто ловил момент, когда же мне остановиться Спасибо огромное Что ты говоришь, у тебя в ушах звука нет что ли? Не, он как будто бы был поярче, но ничего Поярче? Ну я не знаю И барабаны были такие громкие А вот теперь уже надо, наверное, спеть что-нибудь Что это будет? Песня под названием «Съемная хата» Те, кто как бы выживает И проживает, естественно, на съемке Вот именно вам она и посвящена Как всегда, живой звук В программе «Живые» здесь и выглядит «Дай дорогу» Поехали! 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 Съемка Холбаса на акции — нам главное успеть Сначала доллар, может быть, уже по 86 Один раз такое в жизни даром отдают Поля по-любому нужно брать, пока давят Мало есть деревня, есть и у нее кабан Холодильник полный, хоть и двадцать килограмм На колбасном поле картофана наберем Волоня, не волнуйся, не умрем Ведь бы нам на теплую гаду Не подняла хозяйка под сплату И носками за сладу не выдали А то будем глотать в костыль На дворе весна, уже и скоро урожай Клубу русскую собирай, грызи и загорай Цены устаканятся, протянем как-нибудь Решки потуже, нужно только затянуть Да, скоро уже выборы и телик нам поет Все будет стабильно, а у них наоборот Но только доллары мы паночки красиво закатаем И на Новый год разменяем Лишь бы нас на теплую хату Не подняла хозяйка под сплату И носками за сладу не выдали А то будем глотать в костыль Лишь бы нам на теплую хату ЖКХ не подняла хозяйка под сплату И носками за сладу не выдали А то будем глотать в костыль Спасибо Да, всегда пожалуйста Это вам спасибо, что вы приехали Это вам спасибо, что вы делаете то, что делаете И то, что вы делаете нравится народу Ух ты, респект за мат металл Люблю иногда послушать Анна в структуре пишет Вы можете принять меня за абсолютно необразованного молодого человека Но что такое математический металл, я правда не понимаю Я сам не знаю А люди его даже благодарят И говорят, что любят это дело послушать Это серьезная мясорубка такая Очень сложная для этого самого Восприятия Именно Ну так это трэш? Ну, да там все есть Там и... Такая смесь Но это такой тяжелый, да, на самом деле Вот так вот Как бы такой вот Никогда не думал, что это называется математический металл Ну там не в этом суть А в построении квадратов этих вот Ну понятно, ну ладно Правильно я говорю? Я к нему я полезу, погуглю Найду Найду обязательно Значит, вот что Вот что мне стало дико интересно Если уж говорим о творчестве, понятное дело Да, ты и музыкант, и художник Ребятки твои замечательные музыканты Тут народ спрашивал, где они раньше играли Ну, в общем, в принципе, мы уже обозначили Ты ходишь, когда где-то играл раньше? Да, нет Все, спасибо Тем не менее, мы теперь понимаем, что Коллектив замечательный У коллектива есть интереснейший бэкграунд И очень интересная сама вся подача Но играете-то вы панк, да? Как это принято называть? Мы на жанры музыку не делим Но, в принципе, как это вот Любой журналист Ну это какой-то, да, своеобразный такой панк Ну вот я слово своеобразный хотел Это очень своеобразная музыка Ее в чистом виде никак, по-моему, охарактеризовать нельзя Это очень приятный комплимент, кстати Да, спасибо Я старался Когда нам говорят, то есть в каком вы стиле играете Или там кто-то хотел охарактеризовать как-то И он говорит, как бы я не нашел, ну, то есть Какого-то определения четкого такого То есть это не ортодоксально Это не это, не это И как бы вот он такой какой-то странный Совершенно верно Совершенно верно Все у вас перемешано Так вот, в этой связи-то и вопрос Сама вся концепция коллектива, я так понимаю, тебе принадлежит Верно? Концепция музыкальная Ну, потому как ты же фронтмен, ты у истоков стоян Не люблю я хвастаться, и что? Хорошо Я зайду с другой стороны Я не знаю, чья концепция музыкальная у этого коллектива Потому что Юрий человек скромный Он о себе вообще не любит говорить Но, тем не менее, мне просто любопытно, что скажут другие музыканты Вот то, что вы играете А ты сейчас как скромный человек помолчишь, да? То, что вы играете сегодня с группой Ну, в этом коллективе В коллективе дай дорогу Это не классическая музыка, да? Вот я сейчас опять же к Илье Это не джаз, это совсем другое Это гораздо более такой динамичная Или, если хочешь, энергетически затратная история Потому что для барабачка особенно Барабачка, играющего в такой стилистике Ты не потеешь там, потеешь наверняка После соло немного вспотел Жарко, да Это некий выплеск Такой серьезный выплеск адреналина Это мощный очень заряд, который вы передаете зал В том числе И забираете у зала в обратку Потому что зал отдает вам обратно свои эмоции Свои реакции То есть это приятный обмен происходит довольно Да, я вот к чему веду Когда человек живет в таком режиме Отдавая и не забирая обратно Он очень быстро Иссякает Сдувается и иссякает От чего вы берете обраточку? Реакция взаимная То есть мы же по большому счету правду режем То есть у нас нет такого заоблачного Или там что-то такого непонятного Что люди бы вслушивались И типа что-то вы тут непонятное гоните То есть у нас все довольно понятно И люди отзываются точно так же по-честному Как мы им это преподносим И поэтому... То есть зал слэмится Еще как То есть реакция порой бывает неадекватная вообще Да А и не боитесь этого? Нет, никак Ну что бояться-то берем и... Нет, то есть человек говорит может о случаях каких-нибудь Там когда человек выбегает И там, ну непонятно что может быть Но иногда-иногда кед прилетает в голову чей-нибудь Да, или оторванные подошвы летят на сцену Как бы ну... Ну выбегают, падают на педалборд, например Ну вот Ну что сделать? Я не знаю Не, могут ли быть какие-то такие смертельные случаи Или там наш... Мало ли там много припадочных и все такое То есть это такая музыка Она как бы... Ну мало ли... Мы ко всему готовы Поэтому сходим в тренажерный зал, скажем А, вот был вопрос, кстати Ходишь, качаешься? Да Хорошо Ну ты же скромный Просто я считаю, что панк, он должен быть таким худым, поджарым И никак не обвисшим И таким полным Ну то есть это мой образ, не знаю как там Нет, ну ты себе придумал этот образ Ты этот образ и тянешь за собой Молодец Но это как бы, сказать правильно Уважение достойно, скажем так Ну какой-то ожиревший панк, это уже какой-то нифига не панк Нет, нет, а кто это? Кто же это? Попса, да? Ну нет, скажем Попса не назовешь Это просто заблудившийся Ну как для меня То есть человек, который пытается Вот говорить о каком-то там протесте То есть он должен быть Он должен немножко недоедать, по-моему Ну то есть недоедать не потому, что нечего есть А потому, что должен себя держать в руках Ну если есть даже и что поесть Он мне кажется Хороший артист, голодный артист Ну как-то так Ну я не всегда с этим согласен Я тебе скажу Ну есть такой постулат, что творческий человек Он должен действительно немножко голодать Для того, чтобы творчеством заниматься Есть какое-то вдохновение, чтобы было Ну что, когда ты очень сильно Это если творческий человек Уж извини, что перебиваю Это когда творческий человек уже бросил думать о том Что он может что-то себе позволить Ну когда он уже прыгнул, сказал Все, тогда уж лучше творчеством заниматься А когда творческий человек понимает Что еще какой-то полшажка сделать И все будет хорошо То думать ни о чем другом Как о том, что будет хорошо Он уже не может Ему уже не до творчества Тут в общем все не так просто, как кажется На самом деле на практике Давайте что-нибудь споем Что это будет? Споем счастливую песню О свободе Счастливая называется? Конечно Нет, называется велосипед Всем велосипедистам Привет Посвящается Как всегда, чтобы звук в программе живые Дай дорогу здесь сегодня Поехали Всем любителям свободы Еду я на велике И ветер мне в лицо Я как будто маленький В загадочном кино Нажимаю на педали Вдоль залива Вот она волна позитива Мне по барабану Что восьмерка впереди Главное, проблемы остаются позади Еду я на велике И мне в погоду И Виталя тоже по ходу А мама говорит Живица Мне пора пепениться Там как переделик Как едет красиво Но там нету Виталика Спива Вот они, пеленочки, красивые десят И соседи, посмотри, с колясками стоят Только у меня сейчас другая задача Не обрубается передача Мама рада сыну, что же духа удалась Двадцать пять кило набрал И жопа разрослась Вся семья у Делика сидит красиво Вся семья у Делика сидит красиво Вся семья у Делика сидит красиво Но там нету Виталика Но там нету Виталика А мама говорила Живица Мне пора с ней смениться Там как переделик Как сидит красиво Но там нету Виталика С пива ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неужели я скоро продам Своего двухколесного брата Чтоб хоть как-то Кредит погасить за коляску За плазму и хату Неужели Меня, как из неба Засадет за тобой ураган Лишь бы только Не сесть плотняком на стакан Лишь бы только Не сесть плотняком на стакан Лишь бы только Не сесть плотняком на стакан Дай дорогу сегодня здесь В программе Живые На своем радио Это коллектив из Беларуси, коллектив из Бреста Я так напоминаю, может быть сообщаю тем, кто только подключился недавно И не очень пока понимает, что происходит в эфире, кто эти люди Замечательные ребята, с которыми и поговорить, если о чем, и музыка у них Замечательная Появляются новые люди, которые вопросы задают Странные для нас, запись встречи будет или уже потрачено? Дмитрий Хиляй, что потрачено? Встреча завтра? Куда потрачено? Запись встречи Я не знаю, о чем он спрашивает А, то есть записываем ли мы лет прямой эфир? Ну, видимо, да Видимо, об этом он спрашивает Отвечаю Дмитрию и всем, кто этим интересуется Если вы внимательно посмотрите то сообщество, в котором находитесь Вы обнаружите, что там периодически появляются так называемые подкасты Аудио подкасты каждого эфира выкладываются Видео подкасты каждого эфира выкладываются Все это распространяется по сети на канале YouTube В нашем ютюбовском канале своего радио На сайте своего радио В группах ВКонтакте, в Фейсбуке своего радио Как угодно Мы стараемся сделать все возможное Чтобы то, что происходит у нас в эфире Не только программы живые, естественно Раскидывать как можно более широко Для того, чтобы аудитория знала и понимала Как много все же хорошей музыки Живой, настоящей, честной Музыки существует Помимо тех, к которым уже группы Я имею в виду, к которым уже привыкли Так, Анна Пустурия Если интересно, то мат, металл Лучше начать слушать Ох Кто-то не гомонится никак Спасибо Я потом прочитаю это сообщение С чего надо слушать математический металл Может быть просто термин такой Которого я не знаю А послушаю и пойму, что это такое Ну как обычно, скажем Называют журналисты трэш Ну и все И не какого-то математического металла И близко нет Металл может быть, но какая математика Как можно творчество и как можно математикой Искусство мерить-то Невозможная история Послушайте Вот мне дико стало, правда, интересно Опять же, вспоминали мы белорусские коллективы Их много Разных, интересных, качественных Я всегда говорю, что Беларусь, Украина Просто изобилует талантливыми людьми Но другой вопрос, что Эта музыка, она несколько отличается от того стереотипа К которому Сейчас я не о политике имею в виду К которому нас склоняет общественное мнение Да? То есть, условно говоря, я знал в свое время Что у вас в Беларуси Или у нас в Беларуси, как хотите Есть определенный закон, говорящий о том Что радио должно крутить на 85% музыку На 75% 75% уже, да? Было 85% Ну, 75% Именно белорусскую музыку Да Именно белорусскую и на мове, я так понимаю, да? Не обязательно, но только белорусскую Не рок Слухайте свое, купляйте свое То есть, такая реклама была социальная И не важно, какого качества Так вот вопрос, это помогает? Нет, конечно Ну, крутится Нет В ротацию не берут рок-группы Начинающие, молодежные Успешные какие-то группы Какие-то классные Которые там Нет, там у них очень серьезный фильтр стоит Поэтому Да, там только попса Такая, типа Которая играется на площадях На День города Все Угу, угу Вот это и есть основной контент Музыкальных радиостанций белорусских Да У нас И даже, извини, даже не государственных Даже коммерческих станций Точно так же все А у нас коммерческие станции Вообще не пользуются популярностью То есть, вас бы в Беларуси Вас уже прикрыли Нет, у нас есть Такие старые песни Роковые Есть радио Специализированное Направленное на воспроизведение Вот этого Ну там тоже белорусская музыка Старого рока Нет, он есть и зарубежный Но вот Я имею ввиду, что молодым командам Очень тяжело пробиться Я вас, видимо, удивлю В России тоже Именно для этого Не удивили Станцию создавали Чтобы молодых команд Как-то поднимать можно было Спасибо Есть немножко о другом Немножко о другом Просто в России нет такого Закона Говорящего о том Что радио должно крутить Там на 75% Только русскую музыку А дальше там какую хотите Что хочешь, то и крутишь На самом деле Я хотел просто понять принцип К чему это приводит Вот в свое время В России запретили Рекламу пива С использованием Образа человека Да, я слышал Только пиво Баночки бегают Крышки скачут Мишки какие-то в кадре Я был потрясен Когда случайно Просто уже привык К тому, что этого нельзя делать И вдруг случайно Народ пьет пиво В кадре В ролике Потом понимаю Что это пиво нулевка Ну типа безалкогольная Пошли таким путем Стали выпускать Те предприятия, которые пивом занимаются Стали выпускать Безалкогольное пиво И таким образом Уже можно продвигать Но какая тогда разница То есть у нас бульбаш Я перебью извиняюсь Уже выпустила Линейку Просто воды Питьевая Пожалуйста, питьевая вода Да, но бульбаш Это все известно Обходить то можно все это Потом я где-то в Украине Мы были, видел Привычный для меня ролик Но в нем Вместо крышечек И бутылочек Человек пьет пиво То есть в Украине нет закона Запрещающего использовать Образ человека В рекламе пива Я к чему это говорю Как и картинки на сигаретах Так и Не, ну в любом случае Это как-то тормознуло Весь этот трафик Какой? Ну то есть употребление Скажем Да ты что? В два раза увеличилось Я допустим Ведусь на обложку То есть для меня Очень важно Увеличились Из продажи пива в России То есть это факты, да? Факты В два раза Я не слышал Я думал наоборот Сейчас пиво пьют даже Подростки Которые раньше может быть Пытались какие-то там Как называют Как эти напитки называются Которые Ягуа наверное Ну типа того да Сейчас пивко попивают При том что в России Не используется образ человека В рекламе пива Понимаешь? Все отобратно Ну я думаю они не хотели Достичь такого результата правильно Это какие-то прогнозеры ошиблись Я к чему и говорю Люди же не понимают К чему они К чему оно приводит Когда на сигаретах Стали писать всякие надписи Дикие Картинки ужасные Что у нас народ Стал бросать курить Это простая логика За приятный плод сладок Вот о том и речь А я бросил Поэтому Я смотрел на эти легкие черные И что? А закурил такую вонючку Такую электронную Ну Это называется бросил? Да Понятно По крайней мере у меня дома Пахнет чистотой Ну все равно полумера на самом деле Я к тому что вот эти законы Запрещающие Или как навязывающие Национальное Я не против Но когда Это делается вот так Навязывая А не само по себе То кажется мне больше отталкивает Чем привлекает К сожалению Ставишь ли Значит вот Дмитрий Ключко Ключко Не клячко Не кличко Не кличко Ключко Вопрос Юра ставишь ли ты себе потолок Когда можно завязать с панком Шнур в свое время говорил Да Наверное Когда только оглох Но единственное Или там Какая-то такая причина Должна быть такая серьезная А так в принципе нет Ну зачем Не знаю Это же твое дело То есть устроиться на работу Обзавестись стройкой детей Вот как в этой песне В конце Лишь бы только Не сесть с плотняком Евгений Петровский Написал вот что Познакомился с парнями На Гринфест В Минске Ехал с целью посмотреть на Папа Руч Групп было много Люмин Кипелов и так далее Знал от брата Что будет группа из города Где он сейчас живет Решил послушать Затянуло так Что после выступления не было Ни сил ни интереса При выступлении Папа Руч То есть вы отбили у человека Жажду смотреть на Папу Руч Потому что вы его Просто положили на лопат Да не может такого Да вот Эштега Евгений Петровский Вот он живой там Живой настоящий Евгений ты порвал нас Давай пить дальше Раз уж мы тебя Кстати у меня Не столько просьба Сколько вопрос Я знаю что есть у вас Лирические произведения Вот сейчас мы исполним Вот скажи пожалуйста Есть у меня интуиция или нет Я просто хотел бы Чтобы вы действительно Еще может одну-две Каких лирических штучек спели Потому что это Сейчас будем стараться очень сильно Хороший показатель Для группы Как всегда живое звук В программе живое Здесь сегодня Дай дорогу Переночевать Поехали 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 Менялся К сожалению К сожалению Менялись какие Ну сейчас Ребятам особенно приятно Слышать К сожалению Не в этом суть Просто Я допустим Люблю металлику Видеть именно в таком составе Короли шут в таком Ну как и вы Наверное Поэтому Когда меняется коллектив Всегда прорвется сердце Вот так А Теперь Вот к чему Состав менялся Менялись условия Жизни Менялись всяческие Разные Интересности Или неинтересности Менялись Устрой Установки Но за эти годы Ты ведь, я так понимаю, не изменил Тому, что ты делаешь, не на шаг Может быть, творчество приостанавливалось? Был такой период, когда творчество приостанавливалось? Я не умею специально это делать Замедлять, либо ускорять То есть придумываются песни так, как они придумываются То есть на заказ Мне говорили, вот надо именно про это Или там про то У меня что-то так не получается Я такого робота не могу врубить Да, я вел немножко к другому Я вел к тому, что человек Даже от любимого дела устает Ну вот даже 5 дней А я порой думаю, что я очень мало работаю Очень мало почему-то А сколько раз репетиции у вас в сутки? В неделю? Две-три Два раза в сутки, ну и соответственно 14 раз в неделю Два-три раза в неделю То есть я себя корю всегда за то, что я какой-то лентяй Мне так кажется, не знаю Мы все себя корим, да То есть не хочется успевать везде И в живописи, и там, и там, и там И в то же время какую-то свою личную житуху устроить Но и в итоге как-то получается разрываюсь Или там в контакте залипаю И кажется, я тупо просидел 3 часа Что я делал? И то есть я оглянулся, а я просто там лайкал Или там какие-то фотки смотрел Ну бред абсолютный Согласен, да Контакт затягивает, это правда Ну, теперь вот я к чему и вел-то Не устаешь Наоборот, вернее как Ты не устаешь, не то слово Да нет, я готов как Тесла не спать ночами Лишь бы кто-то был рядом Который говорил бы, Юра, ты тормозишь Но его пока нет, этого человека Ну, то есть, может, они есть Но как-то мало мне об этом говорят А мы с Евгеновичем как же? Мало Понятно Давайте тогда петь еще Потому что нужно обязательно успеть еще эти две песни Исполнить сегодня А что дальше-то будет? Какая? Одна из самых таких довольно насущных Композиций нашего времени Это Не призыв А просто Степ Песня называется по-синему Как всегда, живой звук в программе Дай дорогу здесь сегодня Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Тусовка в стиле сани полфлакона браги хрен И с ними две подруги Подыми губами член Рулили под пивнуху Дай хотя бы пятьдесят У них все только начиналось Дружбе было трях Какая хата, дура Саня на работе в день С приема тары Может выйдет как раз На ноль Семь, давай, давай, бегом Я очередь пока займу Переходя на два стакана Я уже бегу Спаси не мог Спаси не мог Спаси не мог Есть такое слово Надо дверь Снега Не мог Спаси не мог Спаси не мог Спаси не мог Спаси не мог Мик с узами разница Пол-литра Захни не мог ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как только солнце показало нам свои лучи У павильона построение На раз, два, три Уходит бытовая техника За полтора Один есть только выход Надо, 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 надо По синему По синему Есть такое слово Надо дверь Снега Не мог Спаси не мог Спаси не мог Спаси не мог Спаси не мог Мик с узами разница Пол-литра Как минимум ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваши любовь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уж не знаю, чем вы будете сегодня заканчивать программу, но есть ощущение, что заготовили под финалочку что-то такое убойное. Чего ждет аудитория Потому что начали гадать, чем же вы закончите Какая это будет песня Вот надо бы вот эту, надо бы вот эту, может быть вот эту Не думаю я, что люди угадают Потому как... У нас на самом деле с этим всегда беда какая-то То есть слишком много Я не хотел бы себя опять же хвалить Хороших песен И когда мы составляем трек-лист на тот или иной концерт У нас всегда такая задача Какую песню мы будем выкидывать А я этого делать не могу Потому что это как будто оборотненькие Такие детки и все-таки как-то Жалко Да, жалко И мы бы играли бы трехчасовые сеты на самом деле Но они от силенок Мы так раньше и играли Ну было дело, там 40 с чем-то песен 39 песен, да Жалко любую из них выкидывать Просто жалко А тут мы вот подобрали Ну что смогли Ты имеешь Тем более ротируемые, да Потому что там у нас есть песни такие Да, есть боевички хитовые, где... Слов не выкинешь Там, да Ну молодцы, ну вот это правильно Уважуха Просто потому что вы молодцы У нас правда осталось, ну совсем чуть времени Действительно для того, чтобы только что попрощаться Что называется и песню послушать Я могу вот что отметить Очень много сообщений Очень много народ чего писал Помимо вопросов, которые мелькали Но по большей части, наверное, не вопросы, а эмоции высказывали Это очень показательная штука Потом сами прочитаете, обнаружите Просто сами по себе эмоции Они ведь человеком просто так не выбрасываются в природу Да, вот, ну человек сидел-сидел И вдруг решил написать вау Это что-то же его заставило это сделать Что-то же его подтолкнуло А это очень о многом говорит на самом деле Завтра, это в качестве анонса Я сообщаю вам в программе «Живые» «Тим Нерна» и «Аспер Икс» Совершенно другая музыка Так, на всякий случай Абсолютно другой жанр Мы как раз и давим на то, что у музыки нет жанров Ну, вернее, два Хорошая и плохая Вы хорошую музыку играете Все остальное не имеет значения Спасибо вам, что приехали Удачного вам концерта завтрашнего Да и вообще удачных концертов всего этого тура Пусть он такой небольшой Ну и вам процветание, конечно же, да Хорошая радио Спасибо большое тебе Своё, потому что Потому и хорошее Себя хвалить не люблю Ты же понимаешь, сам сказал Чем закончите вы Скромно сегодня Закончим замечательной композицией Немалоизвестной Как под названием «Прыгай в коляску» Спасибо вам Попрыгнем, друзья, в коляску Спасибо и до завтра всем Слушателям Будьте здоровы Пока Сегодняшнего дня Помчали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прыгай в коляску Прыгай в коляску Если ты меня слышишь Прыгай в коляску Может, ты ещё дышишь Если ты ещё живой Ты будешь мой герой 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 Три миллиметра, хороший кардан Шкала вгибает, веди на таран Ручку добавил на полоборота И сто девяносто, полет без залета Дайте дорогу, не надо ментов И этих же без заперзонных столбов Две секунды, забудки ГАИ А папа кричит, когда пульту нажми Прыгай в коляску, если ты меня слышишь Прыгай в коляску, может ты еще дышишь Нет, ты еще живой Ты будешь мой герой 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 Прыгай колеской, если ты меня слышишь Прыгай колеской, может ты еще дышишь Если ты еще живой Ты будешь мой герой